Вил Третьяков. Увидеть дракона… Я убил его с неестественной легкостью. Я увидел его издали, с пригорка, на пологом склоне с кустами можжевельника среди редкой жесткой травы. Вверх да вниз плыла дорога, и я плыл, покачиваясь в седле, и копье мерно ходило вверх-вниз, упертое древком вниз до стремени. 1Погожий, пригожий день расцветал, канун яблочного спаса, и ветер, налетавший спереди и сбоку, был чист и свеж. 1А говорили о дремучем драконьем смраде на миле в окружности. 2Говорили. 3В коллиже Ордена я был обучен трудному военному ремеслу и всем подлым уловкам обитаемого мира. 4Нам передавали те крохи знаний о чудесном, которые сохранялись в памяти и древних свитках спустя века после встречи с ним. 0Миниатюры, дракон, пожирающий пустыня Коникомеда и Деву Алеонору, дракон в небе над башнями астрологов. 2Дракон в ярости. 2Спящий дракон. 1Мертвые знания, бесплотные сотни слов страшной речи чудовищ. 9Кто из наших магистров видел в натуре хоть изумрудную чешуйку с хвоста? 9Опыт дракоборцев старых лет выродился в изощренный ритуал, и немногие всерьез верили в сказки о крылатых ящерах. 9И вот я рискнул отправиться вслед боснословному Этеррику Магнусу. 1До половины его путь был хорошо известен. 9До гор желания, до перевала семи троп. 9Но перевала более не существовало, охотники ходили по одной тропе. 5Да и та обрывалась на непостижимой высоте, приводя к разлому бездна, всегда затянутого клубящимся туманом. 9Эхо дробило и умножило звуки. 9Белый пар окутывал ноздри наших коней, в сумерках скалы чернели, и снег становился лунным, синим. 9Каменная мелочь сыпалась из-под переступающих подкованных ног. 9- Сюда приходили они все, – мой проводник Элай повел над пропастью рукою в рукавицы толстой вязки. 9- Доблесть во взоре, и крепость тела, и твердыня духа. 9Они бы бросили вызов самому дьяволу, они верили в себя, но биться лбом в глухую стену… 9Ведь такая стена надежнее прочих, мастер Вилл, согласись. 1Темнело быстро, и холод сковался членением моего панциря. 9Я с усилием кивнул, говорить не хотелось. 9Эх, мальчишка, ты решил преуспеть там, где отступали поколения отважных. 9- У всех у них, – внезапно громче заговорил Элайя, – были чересчур трезвые головы. 9Конь не птица, и облако не пух. 1И магией они не владели. 9Они поворачивали вспять, убедившись в справедливости старой легенды. 9И до сих пор тень доброго этерика напрасно ищет покоя в диких горах. 9Но пришел заветный день. 9Ты явился. 2Да ты и не мог иначе. 9Я еле различал, как шевелиться в заросли его усов в ледяной корке. 8Я бы хотел посмотреть ему в глаза. 8- Какого же лешего ты молчал всю дорогу? 8Я ведь сказал тебе, что хочу только взглянуть на это гиблое место. 9Не больше. 9Я же еще… 8Я же щенок для такого дела. 0- Тебя ведет твоя судьба, ее же не обманешь. 9Каждый твой следующий шаг уже предречен, теперь тебя будут направлять все встречные силы. 9А я лишь первый в их цепи. 9Здесь мясо, хлеб и ячмень на три дня. 7Он вдруг заторопился. 0Я чуть было не упустил горловину объемистого телка. 9- Быстрей. 0Доверься мне. 9Небо почти черно. 9Сказано… 9На грани черной ночи Избавитель пройдет сквозь стену из ветра и тучи, проблуждав три дню, 3к исходу третьего увидят костры в долинах злосчастной страны ма. 7- И это я убью дракона? 9- Ты одолеешь его… да, да, если только сейчас решишься на безумство. 9Вперед, мастер Вилл, вперед… 9Не знаю, уж чем он кольнул сем ли, ножом, шелом ли, … мы обрушились в пропасть, и мой предсмертный вопль заглушил крик полоумного 2старика… 9- Тюк держи, Тюк! 1Какое-то время мы летели одним целым, потом медленно разъединились, я с перехваченным судорогой горлом, с Тюком в обеих руках, 9и слепо дергающей тонкими ногами сем ли. 9Сердце затрепетало и остановилось, зашлось в древнем ужасе падения. 2Я ничего не видел больше, только свистело в ушах, и безуспешно селился вздохнуть… 9Потом что-то упругое, подающееся, остановило меня. 9Я проваливался сквозь мокрый легкий пух, и слой за слоем он гасил скорость моего полета, это был не снег… 9Это был туман на дне ущелья. 9Стены из ветра и туч. 1Сильный удар по плечу вывел мое дыхание из спазмы. 9Железом по железу. 1Подковой Семли. 9Краем сознания я взмолился, чтобы не оказаться на земле раньше него и под ним. 9Дышать было еще трудно, но меня захватила бурная радость и понесла, взмывая с каждым новым облаком. 9Только в снах я парил так над землей, сознавая свою полную безопасность, хочешь опуститься, прижми коленки к груди, и камнем, 9бесплотным камнем вниз. 9К камням я все-таки приложился основательно. 9Туман подо мною засветился, все ближе передавали меня его воздушные пелены-перины, 9и вот я выскользнула с последней и с высоты увидел ад. 9Из скалы веско вытекала бурая лава в оранжево-багровых ярких пятнах. 9Было светло, свет играл на вонючих дымах над лавой, на камнях в липкой горячей грязи, на множестве луж черной жижи, 1радужных пузырях. 9Временами скала выпускала густая стая шипящих искр, как сточильного колеса. 9Я стукнулся правым боком и заработал обширный синяк на руке. 9Семля полил шкуру, и я битый час тянул его с места. 9А потом сам не мог взобраться в седло, меня трясла частая дрожь, и мы потащились вдоль лавового потока. 9Керасу я без сожалений бросил у истока огненной реки, оставил только меч в кожаных ножнах, поднял кверху, 9наушники глубокой шапки волчьего меха и распахнул пол и полушубка. 1Ветер и холод бесились поверху. 9Я не знал куда идти, лишь бы вперед и прочь отсюда. 9Лава пугала меня, но она давала свет и тепло. 9И направление. 9Недолго мы прошли, но достаточно, чтобы привыкнуть к этому окружению. 9И наконец я просто отвел Семли в сторонку, под плиту розового гранита в блескучих зернах, 9навесом выдававшуюся из ровной скалы. 9У меня еще достала воля подвесить ему на шею турбу с ячменем и самому покусать холодный каравай. 9А потом я заполз, стяная и содрогаясь, в тесный спальник и отрубился до утра под свист, и рев, и шип, и вой волков, 2и хрип грифонов в удаленных пещерах, и рокот обвалов. 9Я был заговорен ото всех опасностей, и тень доброго Этерика хранила меня. 9С ним я встретился на второй день блужданий. 9Старые кости не испугали меня, мальчишкой пережившего пятилетнюю резню за веру в наших краях. 9Его герб я узнал сразу. 1Этерик Магнус, небесный патрон нашего ордена, его житие входит в большой канон. 6А теперь я видел его в явь, и тяжелые глыбы попирали его прах. 9Тут ли он погиб под ними, то ли они нагромоздились за последующие столетия. 9Шкуры и ткани слели, а доспехи были непоправимо погнуты и зияли красными ржавыми ранами. 9Стальные щиты шлем магической закалки уцелели. 9Спасли бы они его от каменного шквала? 9Но в любом случае только ненормальные странствуют в горах с грузом сильного мула на шее и левой руке. 9Вкануне сказано, что Этерик дошел до стран Мо, и тамошний дракон извел его хитростью, 9пустив большой пал по лесу навстречу герою. 9Однако по всему он так и не выбрался из скального лабиринта. 9Встреча с ним одарила меня немногим. 9Шлем был великом массивен, щит вовсе не подъемен. 9А легкая и длинная копья белого камня пошла мне впрок, то самое, которое, 9сгибалось в кольцо и разгибалось без изъяна, било без промаху и сразило пять десятков монстров, 9не горело в пламени земном и подземном… 9И в воде не горело, и в огне не тонуло, как издевались мы, желторотые шкалеры-зубрилы. 9Вот она в моей руке, прохладная ребристая кость на ощупь, легчетисовой жерди, с которой мы работали месяцы напролет. 9Но я даже не попытался его согнуть, я вырос из того возраста, а хмурые мужчины знают себе цену и не верят в чудеса. 9По крайней мере, чудеса невольные. 9На чаши гарды изнутри были неровно процарапаны крестики и притерты чем-то черным, вроде сажи, чтоб заметнее стали. 9Я насчитал четырнадцать таких значков и послал мысленный привет моему канону-учителю-отцу Адальберту и кафедрам канона-учения 5вообще всех колежей Ордена Дракоборцев. 9Какая каша заварится? 1На всех изображениях, витражах, покровах нимбос В.Терека состоит из пятидесяти звездочек, 5это еще и с вопросником младшей ступени. 9Я был весел и горд, и едва различимая тропа несла меня под яркой белизной вечного тумана вниз, 5все более резко кренясь под уклон, и уши от меня теперь журчал ручей с соленой на вкус водой. 9Она щипала язык и терзала зубы холодом. 9По ночам я мечтала к острее горячем хлебове. 1На исходе третьего дня сплошная скала внезапно разомкнулась, и, вровень с полетом птицы, 8я увидел астрономов сиреневой дымки, синих тенях гор, и сотни костров на холмах. 3Три долины лучами расходились у меня из-под ног за пределы зрения, в сиреневое и лиловое ничто. 9Если и были звезды в небе, то я их не видел. 9Только в романах и праздных сочинениях трубадуров звезды сияют будто факелы ночного патруля. 9Любовник различает улыбку милой в их услужливом освещении, а кинжалы злодеев так прямо и сверкают. 9Не терплю сказок. 9Давно, примерно с прошлой осени. 9Злосчастная астронома расстилалась подо мной, и где-то в своем логове беспокойно ворочался дракон, мучаясь давним, 2полузабытым кошмаром. 9- Избавитель явился. 2Радуйтесь, люди! 9- Пробормотал я и чихнул. 9Из носу текло безостановочно, текло и свербело, видно, чары подлого чудовища не миновали меня на границе его домена. 9Дальнейший путь был очевиден, но следовало ждать до утра. 9Гигантский язык осыпи стремился круто вниз. 1Безмерно одиноким казался я себе перед самым отплытием в сон, когда снизу донесся отдаленный стон трубы, протяжный, тонкий. 1Он встревожил о земле, и тот пропрыгнул раз несколько, неловко вскидывая спутанные на ночь ноги. 9Моя последняя ниточка к дому родному. 9В лучших традициях мне к шести годам отдали во владение голенастого жеребенка. 9Поднимай его каждое утро, будешь расти вместе с ним, будет расти и сила. 9Потом Господь прогневался на наш край, а разум людей свихнулся, и окончательно эта буря занесла меня из земли в холодные 2дермитории и конюшню колежа. 9Судьба влекла меня, не спрашивая, насколько она мне по нраву. 9Теперь я взрослый, я редко плачу во сне. 9Но я проснулся с мокрыми щеками и заснул снова. 9Мне привиделось, как моя душа, яркая белая звездочка, воспаряет над миром. 9И снизу посылают ей белые лучи другие души. 9Послушники-дракоборцы моего потока, тьютер-отец Лори, матушка, а в большом зале проломлена крыша, ветер наметает снежные кучи, 9и крысы пробегают мимо этих куч, звеня осколками цветного стекла на полу, мой старший брат, 9с некоторым недоумением осваивающая презренное ремесло хлебопажца, и та девица со смелыми глазами, 9которую я видел в октябре на переправе через Майн, и нищие на широких ступенях кафедрального собора, 9они временами уходили погреться у костра, разведенного за углом на площади, 9а ливень все крепче бил их по мешковине и грязным костлявым рукам. 9Я опять проснулся. 8Сердце тороном колотилось, потрясая грудную клетку, отдаваясь в висках и кончиках пальцев. 8Я скрючился в клубок и натянул полость на голову. 9Было еще темно. 3Третий сон показал мне Элайна ледяной блистающей вершине. 9Мы с ним, и этот одинокий пик, и чистая голубизна ветреного неба, в котором теряется основание нашей Вавилонской башни. 0Я не спрашиваю, как мы с ним очутились здесь. 9Наверняка очередное безумство. 1Лицо его бесстрастно, но голос печален. 9- Мальчик, я солгал тебе. 8Ты не убьешь дракона. 9- Ведь у меня копье Этерика. 9Молчание. 8- Он меня в запад не заманит? 9Элайя коротко мотает головой. 9- Магия? 3Колдовство? 9- Нет. 9- Нет. 9- Что меня ждет, Элайя, не ври мне. 9- Знаешь ли ты себя, мастер Вилл? 9Веришь себе? 9Всегда согласен с собою? 9- Ты пугаешь меня непонятными словами. 9Сон уходит, а Элайя озабоченно повторяет 9- Веришь себе? 9Знаешь себя? 9Яснее ясного, все пройдет гладко, только ежели я себе сам ножку не подставлю. 9Беспрогрошный прием гадалок. 9Я тяну спину, как струну арбалета и повожу, напрягаю до хруста плечи. 9День обещает быть добрым, хотя солнце еще слабо для тепла. 9Вскоре мы начинаем спуск. 9Я ужасно трушу, и пот копится на бровях, и капли скользят глазам и покрыльям носа. 9Солнце светит наотмашь, режет и рот, и камни опасно колеблются, как одна живая масса. 5Да простят мне богобоязненные пустумели, копьем я орудую, как простым, очень длинным и неудобным посохом, 9и чертово реликве при этом гнется куда попало на мане рыбовой лозы. 7Приходится следить за зверем, доверяющим мне, и за поклажей, и за завалами валунов впереди внизу вокруг. 5В тесный круг забрали меня немногие звуки, напряженное дыхание, и голоса камней из-под ног, а дальше, безветрия, 9пустота, тишина. 0Солнце жжет, и из носу льет, радуйтесь, люди, грядет герой, каких не бывало. 9Я жмурюсь, промаргиваю едкий пот, и по редким фрагментам, доступным зрению, пытаюсь направить наше движение. 9Время остановилось, а солнце карабкается в зенит, но вот я очутился в холодной тени и вмиг ослеп. 9Под ногами тот же щебень, особь ползет дальше и заворачивает загрузно осевшую на пути громадную гору. 9Она одна особняком торчит под могучими скалами, откуда, с высокого вверху, и срывается из пролома застывший камнепад. 9Экая крутизна, как и одолел ее, едва ли не полдня спускался без передышки, не позволяя подломиться неверным ногам. 9Потом все было проще. 9Гора закрывала первые с холмов стран Мма, они уступами вели меня ниже, ниже, в теплое зелень, 9и дух диких яблонь на Сан-Ципеке, в густую сладкую траву нашей первой ночевки. 5Ночью опять звала труба, исполохи от костров взметала на юге, будто гроза бесшумно ходила по дальним склонам. 9Перед рассветом явился дождь, короткий дождик, торопливо и яростно побил нас увесистыми каплями и побежал дальше, 9шумно шлепая по мокрой траве. 9Насморк мой улетучился тем же чудесным образом… 9Я, злой и веселый, скалился на тонкую полоску света, обозначившую зубцы гор. 9Я навалил поклажа на земле, не затягивая его в сырую кожу ремней. 9Мы захлюпали по грязи. 6Много позже солнце высушило нас до пара, а проселок до пыли, и встречный ветер уносил и пыль, и пар прочь. 9Он надул мне зверский голод, который лишь раздразнили придорожные яблоки-зеленушки. 9Когда я увидал на другом берегу оврага широкую гарь, позади кто-то прохрипел с перерывами, 5задыхаясь словно от долгого бега, прохрипел по драконьему. 9Пару слов я не разобрал, остальные же… 9Стой, рыцарь, стой!…… и впрямь остановили меня. 9Так резко, что я зацепил ногой из-за корневища, укромное в пыли, и полетел наземь, не выпуская повод. 9Семля заржал, почуяв чужого, и протащил меня немного на животе, покуда я не догадался разжать пальцы. 9Дракон все что-то бормотал и хрипло дышал. 9Мной завладели страх и досада. 3Копье Этерика. 8Я вскочил навстречу черноволосому парню, в крестьянской одежде, который бросился ко мне же, отряхивать, что ли. 9Долго не раздумывая, я увернулся и ухватил копье с обочины. 9Потом до меня дошло, что драконами поблизости не пахнет… смрад. 9Драконий смрад, дети мои…………а парень, разведя руки и приоткрыв рот, таращится на меня… 0точно нажившее пугало. 9- Ты напал на меня? 9- спросил я и попытался жестовым выразить забытое мною слово, почему. 1В жесте участвовало и копье. 9Парень рухнул на колени и быстро заговорил на скрежещущем это наречие, глядя жалобно и покорно. 9Он был убежден, что я сильно могучий аторикус, что старики ждут меня с ранней весны, 9и что по моей милости драконий дозор и короля рыщут в тени великих гор. 9По его тону я понял, что встречаться с дозорами не стоит. 9Мой новый водитель был моложе меня, ниже ростом и тащил за спиной тушки зайцев и маленькой росомахи, 9вынутых из силков на заре. 9Я спросил его, знает ли он кого-нибудь, кто бы видел дракона, и он отвечал мне долгим взглядом, 9недоуменным в высшей степени они. 9Больше с дурачком толковать было ни о чем. 9Я не слишком ловко взобрался в седло, потеснив изрядно похудевший кожаный тюк, 9и осведомился напоследок о дороге в деревню. 7Он опять недоверчиво воззрился на меня и так же молча указал вперед. 9На этот раз мах удал я. 9Дорога-то была одна, и она лежала под нашими ногами, а потом поплыла, увлекая назад несостоявшегося попутчика, 9корявые дикие яблони, склонные при горке, вверх да вниз. 9А ветер чист и свеж был. 9Пока месть я не увидел его, и вспыхивавшую траву под выдохами огня, мгновенно обращавшуюся в черной ломке пепел. 9Я смотрел на него с боку, но исполина, от хвоста шла волна новой, нежно-зеленой чешуи на смену грязно-бурой, 9закаменевшей, и были чешуйки с мою ладонь, и с мою голову. 9Он парил над землей в двух-трех футах, лениво помывая плавниками крыльями, толстый хвост волоча по выгоревшей черной траве, 7кроша ее в прах. 9Двигался он словно тяжеломедлительный сом в стеклянном ящике с водой на потеху толпе, 0однако само малейший толчок крыльев гнал его подобно тучи в ветреный день. 1Перед ним мелкой рысю, изредка оборачиваяся что-то крича чудовищу, бежал еще один обитатель страны Мо, такой же придурок, 9как и первый. 9Дразнил ли он воплощенную свою погибель? 9Заманивал, жертвуя собою, в некую волчью яму? 9- А ведь еще пацан совсем, – мелькнула мудрая мысль в моей внезапно повзрослевшей голове. 9- Ищ как чешет босиком. 9Я не успел в одном гновенье обозреть всю мою жизнь. 9Копье Этерика задрожало, уставилось в цель и властно потянуло меня. 9Руки точно прилипли к нему, теперь заметно горячему. 9Я ударил коленями Семли, он устремился с места по целине, копье рвалось из рук, и вот, мы мчимся… прямо в застилающем небу 9махину. 9Дракон плавно и бесшумно повернулся к нам и отвел пасти Земли. 7Смрад, драконий смрад! 6Где он? 1- Эр-а-а-а-а-а! 9Неужто это я кричу? 5Мамочка! 9Как все быстро, что несет меня вверх? 9Белесый зоб монстра в какой-то миг раздулся, разгладил морщины на шее и посветлил. 7Дракон слегка подпрыгнул в воздухе и утвердился над моей безумной головой. 9Все! 9И тогда ярый копьес поистине нечеловеческой, и уж не моей, силой пробил нежную кожу зоба и, легко пройдя эту полость, 9хрустка врезалась то ли в кость, то ли в хрящ. 2Меня спасла сила взрыва. 9Она отширнула нас легче летучего тополиного пуха. 0Опять я лечу, вдобавок оглушенный и ошпаренный, и разрываю рот в беззвучном вопле. 9Я зажмурил глаза и впечатался в землю. 9Сознание ненадолго возвращалось ко мне, я полузапомнил эти краткие вспышки, плывущие бесшумные картинки. 9Склонившиеся надо мной чумазы рожи спасенных мною придурков. 5Младший просто таращится, а другой постукивает пальцем по лбу жестом, старым как горы. 9Еще, поздний вечер, но на низкой лежанке в углу хижины тепло, сухо и покайно, 9и сквозь стену из неплотно пригнанных округлых членистых стволов мелькают лики огня, большой костер снаружи, а вокруг, 9фигуры, тени. 2Дверь откинулась, и открылся путь свету, и кто-то вошел и загородил свет. 9Мне чудится, то женщина в белом одеянии, с чаши воды из горного ручья, студеной, колкой. 9Я мучительно вспоминаю, как сказать, пить, но мутный мрак обволакивает меня. 9Та же лежанка, и теперь солнце протянуло свои лучи из каждой щели, расстелив длинные полосы на земляном полу. 9Слух не отказывает служить мне, но контузия еще сказывается в каждом движении, я сажусь, и пью, и ем, 9и только потом за спинами женщин, ухаживающих за мной, замечаю внимательный взгляд человека в сером-бархатном полу-кафтане и 6с тусклой желтой цепью на груди. 7Я, верно, ясто наменяюсь в лице, ибо он жестом, старым как горы, прикладывает палец к губам и исчезает. 9И лишь дверь проскрипела и стукнула негромко. 9Боже правый! 9Патрули короля! 9Меня засекли. 1Я порываюсь вскочить на ноги и бежать, покуда сил достанет, но их маленькие руки укладывают меня. 1К губам подносят горячую кружку, испускающую сладкий пар, я отпиваю глоток, еще и легко засыпаю. 9И вот я поправился, но кроме меня никто об этом не знает. 9Опять вечер, за стеной, недалее протянутые руки, сидят, дышат, шевелятся с десяток подростков. 9Они слушают, слушаю я, затаясь в темноте, нарушаемое дыханием пламени. 9Остарческий голос, сиплый и слабый, скупо роняет слова, продолжая повесть, застегнутую мною на полпути, на середине. 9Странно, я понимаю почти все, или догадываюсь, или считаю, что догадался. 9Всех его учеников. 9И бросали зверям… 9А он остался… 9И ему сказали… 0Иди, говори свои, слова, но не будет тебе пристанище… 9И всякий, кто, хлеб, и воду, и крышу от ненасти… 9А наутро ты пойдешь дальше, всех их убьют, огонь, развея по ветру… 9Но он сказал, истинный свет, жить не стоит… 9И он шел так, годы и годы, и вслед за ним всегда, жестокие рыцари, конные, оружные… 9Люди пускали его, грех… 1Он нес им слова и знал, смерть, за ним вслед… 9Всех в том доме, от мала до велика, и они знали… 9Не было горше муки… 9Он взывал, но молитвы, небо молчит, и новый день… 9Его вера иссякла, дьявольский план… 0Но слухи, все больше людей… с радостью встречали его, жертвы искупительные… 9Настал день, были сухие, сердце болело… 9Он не посмел… 9Всадники поодаль, на виду… 9Вышли к нему… во имя Бога твоего, мы готовы, девы и малые дети… простирали руки… он бросился бежать… 1Оглянулся… большой пожар… вся деревня-то… и тени конных, выше высоких деревьев… 9А утром… вынули из петли… 9Вдруг сверху взвыла труба, и пронеслась тень без шума. 4Выше невысоких здешних деревьев. 0Быстрый вихрь пригнул костер. 9Я закаменел. 3Сервы возле хижины молча глядели в пламя. 9Продолжение варварского покрифа не последовало. 1Они разошлись, так и не узнав о моем присутствии. 9В ту же ночь всех обитателей деревни согнали к моей хижине. 5Явно не по доброй воле они воздавали мне царские почести, а старосты и еще трое неизвестных явились каждой с веревкой на 6шеи. 0Они довольно убедительно просили покарать их за то, что разделали землю и разделили между собой нехитрые мои пожитки. 9Им бы сошла с рук и разделка моей туши, если б не чудесное копье. 8Оно не умело менять хозяина, раз его признав, и не давалось в руки. 2Тогда старики сочли возможным, что Аторикус все же воплотился в юном недотепе, и решили вернуть меня к жизни. 9Чего ради, бог весть, однако и провидение вмешалось в виде какого-то местного наушника и драконьего королевского дозора. 8Оба крыла толпы, невнятно шумевших вон, 9в постоянном нестройном шевелении, уподоблялись черной реке под городским мостом, полным огней, 9словно отражая их в колебавшейся рябе. 9Чадящие разномастные факелы меркли при каждом выдохе чудовища. 9Облако пламени озаряло толпу с резкостью и силой взрыва. 8А я убил драконыша Сосунка. 9Он тихо брел себе по лугу, насыщаясь ароматным дымом трав. 9И напугал мальчишку, пасшего скотину. 9И взбаламутил мирных поселян. 3Я был камнем, незринутым с высоты спятившим проводником. 9Я был тряпичным паяцем куклой, под брошенным разрывом дракона. 5Но никогда еще, и вряд ли снова окажусь в этой жизни, облаком, с плавной быстротой катившимся над тощими пажатями страны ма, 2мельницами, дорогами. 9Не какая-то пушинка-адуванчика, которая послушно следует прихотям сотни капризных ветерков. 1Я целый день плыл наравне с птицами в коробе под брюхом и тучи дракона, и в нем изредка действительно урчала и погромыхивала. 9И на пажатях, и в колесах мельниц и подъемников копий, мехов и молотов-кузин, и на холмистых лугах лениво, могучие, 9плавно двигались такие же тучи, и сверху гигантские, смахивавшие на чудовищных черепах. 9Сумерки озарялись вспышками выдохов, черные стены отдалились, расплылись в лиловой мгле, 9рисуя на бледном еще небе неровную изобренную линию, ниже которой сплошная чернота, а мгла ползет все выше. 9Впереди, тесное скопление огней. 9Город прирастал камнем с давнего времени. 1Город топился угольным камнем, и каменными были двери и ворота, умно прилаженные на шипах так, 9чтобы поворачиваться от легкого нажима, если бы не железные засовы. 2Улицы стремились вверх под немоверным наклоном, только в кошмаре могли привидеться такие мостовые, то ли дорога крутая, 9то ли стена кривая, и карабкайся, ломая пальцы о зазора между булыжниками. 9В этом лабиринте совершалось некое беспорядочное движение. 0Огни торопливо метались, обозначая сплетение переулков. 9Взлетела сияющая звезда, пронеслась, фырча, к высоким сферам неба и распалась на яркие искры. 9Они падали, разносимые ветром, будто щепки на беспокойных волнах. 9- Это дракон-фест, – объяснил мне новый вожатый. 9- Сегодня все веселятся вместе, вперемешку, подлое сословие и знатное отродье. 9Я с веселым изумлением покосился на него. 9- Они… мы празднуем скорое избавление от грозного чудовища. 9Всемилостивый король позаботился о даровом угощении, о гильдии, об увеселениях и фейерверке. 9Дракон опускался, обводя плавный полукруг. 8Я больше прислушивался к разговору у соседнего окна. 9Двое из света толковали о своем, в последний фест, четверых на куски, и… сестра вопит, а что поделаешь, чертов дракон, 9кому надо, чтоб его убивали каждый год… 9- И нас… и потом второй вполглаз и что-то произнес, как выплюнул, коротко и с силой. 9Мой собеседник даже вздрогнул и пристально посмотрел в их сторону. 0Видимо, то была непристойность, неизвестная моим учителям. 9Но я уже свободно обходился без их науки. 9Чем ближе к логову дракона, тем проще я изъяснялся на этом языке, тем полнее понимали меня. 9Я более не задумывался над происхождением чудес, я вольно использовал их плоды. 9Над домами неслись мы, выхваченными багровым прерывистым светом, а сверху ребристую чешую и свинцовые листы крыш луна 9заливало мертвым голубоватым холодом. 2Над обрывками пьяных песен, криков и регата проносились мы, и жутким и святотатственным казалось мне их надрывное веселье в 8сердце страны ма, под самой лапой дракона. 9Взметнулась еще одна звезда и завертелась в стороне, прямо перед глазами, пылающим колесом без обода, с остро выгнутыми спицами. 9Свицкий на самом деле плюнул и отошел вглубь летучей коморы, к длинному, во всю стену, рундуку под толстым войлоком. 9Дракон принес нас в темный сад за оградой с дикого камня. 9Ноги мягко встретил побитый и выжженный порошок, а ближе к ограде жался невысокий можжевельник. 9Крупный приземистый дом задом приник к скале, здесь город соприкасался с горным отрогом, 8здесь слышным казалось тяжкое дыхание земли под грузом наросшего на нее камня, под напором глубинного пламени. 9Только одно окно до полуоткрыто и дверь выпускали яркие клинья света нам навстречу. 9Со мной вышли трое. 9Дракон с сильными толчками крыльев оторвался во воздух и унесся, и на смену его грузному телу устремился, 9закручиваясь пыльными вихрями, поток ветра. 9Пустынно стало в саду и тихо, но захрустели кусты, и вдоль ограды проследовал человек с двумя хищного вида овчарками на 7сворке. 9Собаки обе потянулись ко мне, он рванул им шеи до хрипа и продолжил свой путь, даже не обернувшись. 9Я замедлил шаг, и кто-то мягко подтолкнул меня под локоть. 9Я резко вскинул руку и быстро ударил наугад, назад. 9В другой же миг в прыжке сбил еще двоих, метнулся к ограде, ломая, продирая сквозь густые цепкие ветки. 9Злые псы захлебнулись лаем и рыком, но я уже перебросил ноги на ту сторону и упал на камни. 9Болью отозвались полузажившие раны. 9Собаки бесновались за стеною и по-дурному бились обо нее. 9Я побежал к освещенным улицам, экономя дыхание. 9Я не знал, что это вдруг на меня нашло. 9Впрочем, мой кафтан был здешней работой и покроя, в кошеле звякали монеты, меня учили играть в Крепс целый день напролет, 9и удача новичка обеспечила честный выигрыш. 7Ночь я провел в пьяной толпе. 9Я надеялся подслушать ответы на десятки вопросов, но напрасно. 9Тупые сервые подмастерья знали и слышали только свой собственный и бессмысленный рев до похабной песни. 9- Дракон, возникал через два слова на третье, будто, чрево Господне, у какого-нибудь Макдебургского ландскнехта, 9и в столь противоестественных сочетаниях, что у меня глаза на лоб лезли. 8Мой невольный пиотет к таинственному могучему существу таял и приземлялся. 8Приливы и отливы толп метали меня по улицам, временами я казался себе кубиком, 9ребра которого от тысяч бросков обились и сгладились. 9Вон над полем голов, рыбками передвигая ноги на ходулях, показались ряженые, 9а за ними на длинных шестах несут большое драконово чучело из тряпок на каркасе. 9Оно потешно разевает паст и крутит мордой. 9Огни, огни, вспышки и треск вошу тихо рядом, и высоко вверху, и только пепел опадает. 9Огни, давка у столов и бочек, драки в сверкании ножей, глухие запертые двери и ставни на окнах, вплоть до третьего этажа. 9Но мимо… 9Мимо относит жаркий костер, пачкающий копоть и стены и глухие ставни, перед ним бестижие девки плясунь и кривляются под лязг 9тамбуринов, то наступают на плотные ряды, то пятятся, и так полукруг движется вперед и назад, не размыкаясь. 9Людское толчища несло меня, и сам я дополнял его коловращение, приставал ко одной, другой в атаке, следовал за нею, 9а встречный поток увлекал обратно, вбок, прижимая к каменным берегам. 9Потом темный закоулок, его тесное русло само, скатываясь из-под ног, прямиком привело меня в подвальный погребок, 7известный немногим завсегдатаям. 9И там я долго сидел, до рассвета, тщетно пытаясь горьким пивом прополоскать шелуху впечатлений в голове. 4Я нехотя и дремучий хмелел. 9Какие-то угрюмые типы подсаживались ко мне, их сменяли другие, бред тянулся нескончаемо. 9Я обнаружил напротив человека невидного, незаметного. 9Он сидел неудобно, боком, и сбоку же поглядывал на меня. 9- Ты кто? 1- Я чудесный целитель. 9Я продлеваю жизнь. 1- А камни вообще бессмертны. 9Ты в камень преврати меня. 9- Купи талисман. 9Ты позабудешь про сон, и будешь жить и ночью. 9Срок жизни твоей удвоится. 9- Нет. 8Продай мне лучше сон. 5Такой, чтобы фея Моргана рассказала мне, почему вас каждый год убивают дракона, одного из тысяч, а народ пляшет и веселится, 9как на Пасху. 9Он деловито теперь кивнул и позвал в полумрак за спиной. 5- Э-э-эй, Основ, он здесь! 1Четверо вошли, пригибаясь под косяком, их оружие глухо звякало о каменные стены и дерево столов. 9Метнулась фигура, и вот новые гости сидят редко передо мною и цедят горькое пиво из кружек. 9Пока они мной любовались, хмель слетел. 9- Ну, ведите, куда хотите! 2- Сказал я наконец, вытряхивая деньги на стол. 5- Эй, хозяин… 9Я поднялся и посмотрел на них, сидевших, почти в глаза. 5Ждал неведомо чего. 2- Мы вас сопровождать будем, господин, – смиренно отвечал продавец снов. 9- Вы хотели увидеть мистерию? 9Он все еще сидел в той же неудобной позе, не смеялся надо мной, он был деловид и точен, как меч старого палача. 5- Так дракона убьют! 8Тогда он встал, и разом разогнули колени его товарища. 9- Надо поспешить, не то толпа заполонит все проходы. 8Толпа двигалась монолитом, плотно неторопливо, в раскачку. 9Мой конвой искусно меня провел по краю большой площади, устиленной ровными плитами белого камня. 9В центре ее, посреди сумятицы голов, в предрассветной зыбкой серой мгле, в окружении столбов, 9на которых ночь напролет горела смола в каменных ступах, высился помост в два человеческих роста из камня же. 8Помост был пуст, толпа гудела, я, поминутно выдираемый из живых колеблющихся тисков, добрался до лучших мест, 3приподнятой над площадью террасой. 9Вход на нее охраняли латники с арбалетами, сатанинским оружием, проклятым наместником Божьим в Риме. 9Но далее, к шелковым навесам и резным скамьям нас не допустили. 9Чисто одетые молчаливые люди, чиновники магистрата, решил я, мастера, купцы и прочий низкорожденный, но смятливый народ, 9не сговариваясь и расступались перед нами и оставляли свободными два-три шага. 1Видимо, моих спутников знали и остерегались их повадки. 9Продавец снов кивнул мне, и мы с ним оперлись локтями друг рядом с другом на жесткую блюстраду. 9Смола в ступах чадила и гасла, слабела, но разливался рассвет, светлело небо над крышами до яркой белизны, до первой точки, 9слепящей доли солнца. 1Внезапный толчок ветра разбил мерный гул над площадью, понес сорванные шапки мелкий сор и завертелся в окружении высоких зданий, 3тряся ставни, сгоняя любопытных, осевших открытые окна. 9Быстрая туча заслонила солнце и пронеслась над нами, гоня ветер. 9Это кружил гигантский дракон над городом, еще больший, чем все, которых я видел тут. 9… кто же надеется его убить? 9- прокричал я сквозь адский свист и вой и напор воздуха. 4- Его убьет пресветлый король, – орал в ответ продавец снов, прикрывая, как и я, глаза ладонью. 9Прямо под нами толпа медлительно раздавалась, пропуская всадника в диковинном сплошном панцире. 7Свет застилала туши тучи монстра, но я в один момент увидел вдруг молодое потное лицо неведомого дракоборца в отверстии 4странного шлема, над которым еще и решетка нависала, и белый наконечник копьей ищет его. 9- Ваш король очень юн. 9- Ян? 9Я показал вниз. 9- Нет, это не король, – кричал он, и подобие улыбки изломала его злой рот. 2- Он кузнец в опасных пустоши… 9Нищий мальчишка… 9Надумал жениться… 9Запродал себя… 9Гильдей снарядели… 5И пятьдесят золотых в придачу… 9Дракон заложил дальний круг, и стало тише. 9- Сопляк хочет нажиться на своей же смерти. 1Но ему не на что надеяться. 2Ураган приближался снова. 0- Уж лучше искать гремучее золото в горах, – торопливо досказал он и отвернулся. 9Я закрылся локтем от острых песчинок, с силой бросаемых ветром. 9На помосте двигались какие-то фигуры в ярких нарядах, мистерия началась, но смысл ее оставался темен. 8Прочие же зрители, казалось, были в состоянии не то, что дышать, но и видеть и внимать. 6Оживились наши молчаливые соседи. 0Продавец снова вложил мне в руку нечто вроде ремня. 9- Наденьте, добрый сэр рыцарь. 9Защита от пыли. 0Повязка мягкой кожи, сзади тесемки, а спереди прорези для глаз, которые смыкались при особо сильном ветре. 9Не проще ли зажмуриться? 9Но моя глупая голова не отворачивалась, и глаза смотрели, и я не то чтобы дышал, а сдерживал губами ветер, плотный как масло. 9Наконец я различил мелькание тени и солнца на доспехах кузнеца. 9На помосте никого более не осталось, а он суетился, треножник составляя скопья, и щита, и длинного меча, прилаживал, 9исцеплял, и скручивал, но ему мешал щит, который паруси вырвался из рук. 9Кузнец, было видно, поднатаскался в этой механике, но не учел такой очевидной малости, его заветную конструкцию, способную, 9дескать, выдержать тяжесть колокольни, собирать придется не на заднем дворе, залитом солнцем и дремой, небось еще под смех и щебет подружки, 9а вот здесь, в десяти шагах под летучи колокольней, под свистящим ужасом, в тугих вихрях, секущих палатам. 9Вот в несчастный миг воля его отказала, и сердце затопил только гнев на все сущее, он воздел кулаки к небу, 9к брюху воющей своей смерти, тотчас дикий порыв смахнул на головы щит, за ним, вильнув обе стороны, 9последовал в связке прочий лом, но долома ли было… 9Дракон ударил. 9Хвост размазал людей, точно худые бурдяки с кровью, и вознесся выше башенных шпилей и ударил накрест. 9Он произвел оба удара с лету, в полсилы, и снова ушел круто ввысь, и, проносясь над трибуной, 8оросил нас горячими каплями, они срывались с его бритвенной чешуи подобно грибному дождику при ярком солнце и свежем ветре. 9Я потерял всякую способность рассуждать здраво, мозг сдавило и потемнело в глазах. 9Я схватился за голову, как бы запоздало защищаясь от вихря, и сразу оторвал руки от нее, они стали липкие и мокрые. 0Кровь окрасила весь мир, я не смел свести пальцы и трясся, как бы с иком на мерзлой земле, 9эта лихорадка завладела моим телом помимо меня. 9Но страшнее и свиста, и клекота, и перепончатых грозовых крыльев оказались такие же немощные людишки, как я, 9под хвостом дракона они бесновались и вопили, и размахивали окровавленными руками. 9Мои соседи по трибуне, сдержанные солидные горожане… 9- Оля, Оля! – вскипал рев над площадью мертвых, и снизу эхом откликались живые еще, зажатые в кровавом месею, 8охваченные тем же мерзостным лякованием. 1- Оля! – и я с облегчением провалился в тишину, уходя в обморок с последней смутной мыслью, где-то я видел подобное, 2гораздо раньше. 9Очнулся я в ту же секунду, омытый и переодетый в сухое, в большой комнате без окон и с глубокой аркой, 8уходившей в свет, вместо двери. 3Пол густо покрывали луговые травы, кошенные на заре, еще полные сладкого сока. 9Пахло божественно. 6Я усомнился в правдоподобии драконьей мистерии и попутно вспомнил, что подобного я не видел, а слышал о нем. 7Рамон Исталиды рассказывал приятелям, адептам одного с ним выпуска, какие потешные поединки с быками устраивают у них селяне, 9и посетовал, что не может одним словом перевести название этого зрелища, нет, единоборство, да нет, бои… 9Тут в беседу старших нагло ввязался я и предложил, гон быков, и получив заслуженную затрещину, 9собрался было скромно удалиться, не благодаря за науку, но успел расслышать удивленное восклицание Рамона, 9а щенок-то прав, после чего удалился окончательно. 8И вот во мне зреет то же чувство, нечаянной, незримой победы при наличии явного подзатыльника. 9За мной следили незаметно, и не повернулся я еще на бок, когда шумно вошел продавец снов по пахучему ковру, 9сдержанно улыбаясь, приветливо кивая. 9- Как вам понравилась мистерия? 9Он не останавливался ни на миг, настойчиво тянул меня за рукав, и даже когда я уж встал, он увлекал меня дальше, 4по дарку, в открытую ветру и солнцу галерею. 8Мы быстро шли, скользя по мраморным плитам, а снег на вершинах блестел беспощадно, 9и облака стояли под нами снежными клубами. 9Когда холодный ветер слабел, становилось жарко. 9Редкие часовые вялы вскидывали руку при нашем приближении и вновь замирали, засыпавшие, 3клипли на его с открытыми глазами. 9- Кому понадобилась такая бойня? 1- Она необходима. 1Дракон действует как орудие промысла Божьего. 9На Дракон Фестигород избавляется от злодеев, которые отвощены тайными грехами, которые недоступны для суда людского. 8Каждый обязан пройти сие испытание. 9А если уклоняется, что ж… 5Велика ли разница, от хвоста ли, от руки… 9Сюда, прошу вас. 1Теперь мы начали спускаться, ступени так же скользили под ногами, и я отслеживал свой путь ладонью по штукатуренной стене. 9Каждый полный оборот лестницы отмечался площадкой и узкой бойницей. 8В бойницах трепетала голубизна и сияли снега. 9Он торопил, я нарочито медлил. 9- Господь сам оборонит невинных, так? 9- Истинно. 9Вы ухватили самую суть. 9- У нас эту самую суть ухватили задолго до моего рождения. 9Неужто вы верите, что злобное чудище, кровожадное… 9- Да они как котят и подопытным драководом. 9Вспомните, он ни разу не выдохнул на площадь. 9Целая трибуна, и дома. 9Бойницы остались выше, свет дня померк, но необычайно ярко горело прозрачное масло в половых полукруглых плошках, без дыма, 9без запаха. 8- Его люди вели? 7- Ну да, а как же иначе? 9Кто-то должен ведь отвечать за то, чтоб Пресветлый Король убил его на излете, а потом вывести зверя за пределы города, 9примехонько в бревный колодец. 9В скорости выяснилось, что Король в выверенное время рубил канат гигантской баллисты, 7и полуживая скотина пикировала в бездонный провал за городом. 9Драководы умея ловили свой шанс и ухитрялись уцелеть в пяти случаях из семи. 5Спертая духота вызвала мысль о пламени подземном. 0- Сколько ж можно спускаться? 0- О, видно, что вы не испытали пешего восхождения. 8Обитель Пресветлого Короля чудесное чудо, я бы… 9- Когда я встречусь с ним? 1Он вздрогнул и застонал, как от святотатства. 9- Молчите, молчите… 9В книге судя по указано все до мелочей. 1Да, да, он и сам жаждет беседы с вами, но только после… 1Вы понимаете? 9Мы ждали триста лет, подождать еще денек… 9Минуту… 9Коридор оборвался литой медной дверью, гладкой, будто лед на пруду. 9Продавец снова запустил руку в узкую нишу и нащупывал сокровенные запоры. 9Неожиданно для такой тяжести, дверь тихо вползла в стену. 9Открылась обширная палата, обильно освещенная, из нескольких покоев. 9Доспех на распялке, еда и питье на столе, журчание воды, крутой пар из большого деревянного чана… 9Молча склонились прислужники в однообразной серой одежде. 9- Довольно. 2Не сдвинусь с места. 9Хватит мною играть. 9Горе огнем ваша злосчастная астронама, и книга судеб, и все ваши долбаные секреты. 9Он остолбенел, как бы втянутый в стену. 9- Что, негоже меня силку на подвиг гнать? 9Прислужники как один вдруг очутились на коленях и нему замычали. 8Продавец снова отлепил от гортани непослушный язык. 9- Вы мне можете не верить, добрый мастер-атарикус. 9- Ни единому слову, предатель. 6И я никого не предам, ежели скажу, что и этот ваш порыв предопределен. 9В книге судеб он наречен последними сомнениями на пороге, они раскрывают новые грани благородной души вашей, 9вы ведь все-таки человек, смертный, и тем величественнее… 1И все же заплел он мне уши паутиной пустых льстивых слов, и, взывая то к судьбе, то к совести, то к славе, он вел меня как 9куклу, как дракона, дергая поочередно за эти призрачные ниточки… 9- А затем рыцарь свершил омовение по большому чину… 9И я покорно полоскался по переменной в бадье, и в бассейне талой воды. 1- А затем рыцарь вкусил плодов землимо, и возрадовалось его сердце… 0Естественно, ведь я предвкушал окончание дурацкой церемонии. 9А то бы мне радоваться с одной перемены жесткой козлятины, пастушьей лепешки с сыром, да кислого напитка, 9который по недоразумению считал себя вином. 9О, скудная фантазия пророков! 9поднесли ему доспехи дивной красоты и крепости несказанной, и добрый тарикус обратился из агнца во льва, 9и задышал столь неодолимой угрозой, что не смели смотреть на него… 9Без смеха, – мысленно поправил я, подозревая затаенную издевку в размеренном речитативе продавца основ. 9Но лица, обращенные ко мне, отражали только постное благоговение, приличествовавшее совершаемому обряду. 9В книгу судеб за все века никто так и не удосужился внести мои мерки. 9Я болтался между броневыми пластинами словно гнилое ядро в скорлупе ореха, 9они гнули меня долу и резали щеколотки и ключицы острыми краями. 9Я покраснел от натуги и злости на старый текст. 9Проплыло, пересылаемое из рук в руки, мое, наше сатириком, копье, и я вознамерился было насечь на нем новый крестик. 0Но в клетке насаженной на меня броне было трудно даже просто дышать, а тем более, неодолимой угрозой. 5Наконец меня повлекли на подвиг, за вытянутую руку, как слепца. 9В самом устье нового темного коридора я воспользовался случайной заминкой, 9копье уперлось в шов между плитами и застряло поперек прохода, и набрался сил шепнуть главному предателю, 8- А кто обещал мне талисман ото сна? 9- Неужели вы поверили этой байке? 9- возмутился тот шепотом же и продолжал бубнить, – и долго, восхищенные, вглядывались они в непроницаемый мрак, 9поглотивший исполинскую фигуру героя. 9Но лишь звон шагов доносило эхо… 9Эхо Ола! 0Недолгое время меня сопровождали его назойливые завывания и неясные шевеления теней на близко сведенных стенах туннеля. 9Потом нагнал гул от захлопнутой двери. 8Я бездумно ослепо побрел вперед, каждым шагом на силуя себя, копье волочилось и скребло по каменной крошке. 9В сплошной черноте я поминутно спотыкался об округлые переходы пола в своды, 9и сам казался себе затерянным в лазе гигантского червя, проевшего путь сквозь камень. 9Один крутой поворот привел меня в бессильное бешенство. 9Ломая ногти, я освободился от латных рукавиц и долго и бестолково рвал с шеи дребезжавший шлем. 9Но запор держал его сзади. 9Уж и привалиться к стене нельзя было, я бы соскользнул на пол и вряд ли я встал снова. 8Отдышавшись, я сообразил предварять дорогу копьем, отстукивая пустоту между стенами. 9Не хватало только колокольчика… 9Чувство времени напрочь отпало, и годы и годы неровно я ковылял и все реже водил копьем из стороны в сторону. 9И не сразу понял, что вес доспеха всходит с меня, а впереди колышется красноватое пятно. 9Что меня окружил рой случайных звуков, вобрал в себя, и они рождались одновременно, как бы в сферу заключаемую слух. 9Ближе, ближе багряные блики. 1Я незаметно возбудился до дружи и поймал себя на том, что брови напряглись и распахнули глаза до предела. 9Пологий правый обвод стены был отрезан цельным едва выпуклым зеркалом, 9в его пурпурном свечении отзывалось расплывавшимися образами каждое мое движение. 9В нем шествовал мой двойник, в сочетании багровых и черных оттенков, и копье у него в руках колебалось серой струной. 9Дракон подумал, и его мысли вспыхнули в моей голове, как человеческая речь, разносимая ветром. 9- Привет тебе, добрый Террикус, и Террикус Магнус. 9Ты пришел отлучить меня от жизни? 9- Мы с тобой обречены, мастер Дракон. 5И я, и ты отныне существую неразделимо. 8Так написано в книге судеб. 9- Я пишу ее. 1Эту книгу. 8Ты ее сейчас увидишь. 9Не бойся. 9Я был уже не в состоянии бояться. 9Мягкий поток приподнял меня и повлек вдоль переливавшегося зеркального зарева. 0Он молчал, и я не трепыхался в его бесплотной длани. 5Коридор струился, и раздваивался, и снова кружил. 2Неуловимо быстро пол сменился чисто рубленными ступенями. 1Мои кованые подошвы проносились над воемками, и стертыми в них посередине. 9Лестница привела в пещеру, очевидно освоенную людьми. 9На пюпитре черного дерева покоилась топка больших медных пластин, подобранных по формату, как грузные листы Библии. 9На отверзь меня опустили со всей осторожностью, однако с размаху, и колени невольно подогнулись. 9Не тердело, будто расплавлено неощутимым жаром драконова бока. 9Магия его света недоставала на все глухие уголки пещеры. 9В них таился мрак, обманывал глаза. 9- Нет, твои глаза хороши, добрый рыцарь. 1Тотчас от цветоносной стены протянулись тонкие лучи и сошлись в том углу, наподобие закутанного в плащ человека, 9как мне почудилось сперва. 9Каменный узковгорлый сосуд, покрытый грубой резьбой, был наполнен водой до края. 9Из него крестом торчала простая рукоятка меча с золоченой шишкой на конце. 9Без пятнышка ржавого на ясном широком лезвии, уходившем в воду, меч казался велик, но не чрезмерно. 9Три моих ладони охватили бы рукоять всю. 9- Вот и твой меч, меч Этерика, – насмешливо обронил дракон. 9- Это не вода? 1- Нет. 9И не масло. 9Это горный уксус. 9Его выжимают по каплям базальтовые пласты, медленно сминая друг друга. 9Глупые люди верят в его губительность для заклятых предметов. 9Твое копье, оно не дергается больше ввиду зловонного монстра. 9- О дьявол! 9Я только сейчас осознал правоту его слов. 0- Так. 9Но чары, закалившие этот вот меч, не так легко смыть. 9Даже вымочить. 9Даже за пять веков. 0- Триста лет, мастер дракон. 9- Не перечь мне, дитя. 1Ведь это я перевел тебя через горы, вызвал, создал новые терекусы. 5Здесь, в тесной норе, жрецы царапают стеллосами мягкую медь. 0Мною вдохновенные, они ведут погодные записи на тысячу лет вперед. 1- Ты тоже играешь мной. 9- Я говорю только правду. 9Увы, столь страшна моя подъемная сила, что в моем несчастном погребении она переродилась в дар предвидения и магии. 9Отчего все взбунтовалось во мне? 1- Ты возомнила себе, дракон. 1И ты смертен, хоть и велик. 2И я знаю все о твоей подъемной силе. 1Ты надуваешься горючим паром легче воздуха, и он возносит тебя, как на болоте выбрасывает пузыри из жижи. 9Уменьшается тяжесть на каждую долю твоего тела. 9Это высшая механика, но она доступна человеческому разуму. 9- И уж конечно, ежели я тебя по косточкам разберу, а человек разумный, и по долям крови мяса, а потом соберу вновь, 9не погрешив ни на волос, ты восстанешь из мертвых? 9Нет? 0А ловлю ли я твою бессмертную душу в реторту, и сумею ли после вдохнуть ее в тебя, бездыханного? 7Все ли вы знаете о мире, в котором ты живешь, мастер Этерик? 9- Я не тот, кем ты меня называешь. 1Я живу и умру под своим честным именем, пускай не таким громким. 0- Он помедлил и спросил, запинаясь через слово, – ты отрекаешься от своего имени, рыцарь Этерик? 9- Меня зовут мастер Виллс Бентам Хиллс. 9- Ты забыл о пророчестве. 7Ты отрекаешься от своего имени? 9- Я сказал. 9- И в третий раз спрашиваю тебя, мастер, каково имя твое? 9- Я не Этерик, хоть и пришел, чтобы убить тебя, мастер Дракон. 1- Он пришел! – протянул он на длинном выдохе, и почва и камень, облекавшие его плоть, вступили в волнообразные движения, 9долго не затухавшие. 1Я не удержался на ногах, и лишь на четвереньках выдержал попеременные толчки с разных сторон, спиною чувствуя, 9как расшатываются надо мной глыбы величиной с добрый колокол. 9Но бьюсь об заклад, ему тоже пришлось не сладко. 1Если б водоворот мыслей смятенного чудовища, охвативший меня, был так же реален, как любой шепот или крик, звон или грохот, 9для возникновения коих потребно физическое усилие, то, думаю, камни бы уж точно посыпались, 9а достойного мастера Вилла убило бы еще раньше, словно ворону над людным ресталищем. 9Потом стало тише, чем в снежной яме. 9- О-о! 9- Робко позвал я, не поднимаясь с земли. 5- Я готов. 9Пауза. 9- Да, теперь я должен тебя научить, как покончить со мною же. 9Проклятая жизнь! 0Слушай, мальчик… 9Да встань ты с колен. 9Противно предаваться такому растяпе. 9Вставай, вставай! 9Я встал, копье так и осталось подле, ненужное и мертвое. 9- За тысячу лет моего заточения три рыцаря, принимавшие прозвание Этерикус Добрый, 9пытались избавить злосчастную астроному от моего эго. 9Они были бесхитростные дракоборцы. 9Испытав удачу в родных местах, они уверовали в старое предание и следовали ему во всем. 9Ты мог стать четвертым. 9Пора было кое-кому напомнить, что сфера моего дара намного шире, чем бредней их давнишнего пророка. 9- Ну и как ты притянул меня из-за гор? 9Симпатическая магия? 9Из такой дали? 9- Я редко применяю эту мою силу. 9Пресветлый король и так делает все, чтобы мои предсказания совершались. 9- Не понял. 9- Ну, мало ли у него шпионов во внешнем мире? 9И если б только их. 9Но это не важно. 1Как-то в праздную минуту я решил самоопределить знамение моей гибели. 9Разумеется, это знание я переписчикам не передал. 0Меня умертвит Этерикус, который трижды отречется от своего имени. 9- Да ведь это просто совпадение. 9И ты так сразу сдаешься, из-за такой малости? 9- Я достаточно послужил Року, чтоб склониться, едва он обозначит свое явление. 9Я весь в твоей власти, мастер Вилл с Петушиной горы, или как там твое настоящее прозвище. 5Я невольно рассмеялся. 9- Но сейчас я тебя задавлю голыми руками. 9А потом года два буду скитаться по темным штольням, пока не найду твою голову и не взберусь на нее в знак преславной 9победы. 5- Это просто. 7Ты возьмешь меч Этерика в этом углу и крест-накрест взмахнешь им в воздухе. 9Потом скажешь, мертв, и я окаменею. 8- Освободишься от долгого рабства. 8- Шишцена от такой свободы. 7Я хочу вечно лежать здесь и прозревать мир вокруг, его прошлые и будущие картины. 9Я хочу ощущать мое тело, мой хвост, недвижный, но живой, мой. 9В молодости я упивался силой, когда я парил над мирным морем, в нем вздымались высокие волны и тянулись ко мне языками 5пены. 9Одна моя лапа накроет целый приход, мое огненное дыхание способно испепелить маленькие горы, которые ты видел… 9Кто заточил тебя, мастер дракон? 9- Я не смею сказать… 6Кончай со мной, скорее, не то я буду малодушно умолять тебя о пощаде. 5Не тяни, будь ты проклят, мелкий клоп. 9- Видно я проклят как раз, если тут надо мной все издеваются, даже ты, моя предреченная жертва. 9Сколько же мне брести еще от выбора к выбору, где силы взять и веру? 1Он со стоном вздохнул. 9- О господи! 9Теперь он будет философствовать до утра. 8- Уже ночь. 9- Глубокая. 9- Ты видишь все отсюда, все сразу? 9- Могу, но не все и не сразу, конечно. 9- Что будет, если я тебя не убью? 9- Вздор! 5- А если я взмахну крест на крест и крикну, жечь его огнем? 9Я при этом потаенно смерил взглядом размеры необычных ножен. 2- Злобный муравей! 9Ты думаешь, я единожды проникал в тайну моей смерти? 7Будь покоен, ошибки нет. 1Попробуй еще раз, но с другого боку. 9Вдруг я сам не захочу тебя убивать? 9Уйду воссвояси, по-тихому, и никто никогда не узнает пройти река, которую… 9Который отрекался от своего имени? 9Дракон немысли не проронил в ответ. 1В пещере стало темнеть. 9Только отдельные красные сполохи пробегали все реже по чернящему фону. 9Тяжесть доспехов наваливалась на меня. 9Я принял целиком голод и усталость, копившиеся незаметно. 9Мне не хватало воздуха, спертого толщи времени и камня, к ногам прильнул холод и последовал выше. 9В полной темноте я упал на зиме и закричал через смертельную слабость, «Дракон!». 9Он вернулся очень вовремя, приподнял меня мягким теплым невидимым крылом и озабоченно подумал, 9- Вот новости! 9Что бы я делал теперь с твоим трупом? 9Я блаженствовал! 5- Что будет, ты узнал? 1- Я не могу понять. 6Я бессилен. 9Там какой-то страшный барьер, и большой. 8Это мне не по зубам. 9Никогда так не бывало. 9Я не хочу. 8Что ты наделал? 7Мне страшно. 7Я не знаю, что будет. 9Прошу тебя, исполни свой долг. 9Не нарушай цепь судьбы. 9Тогда хаос, распадется все. 8- И смерти ты более не боишься? 8А что же цепь судьбы, что станется с нею, когда исчерпаются твои записи на тысячу лет вперед? 8- Это уже не наше дело. 9Ты верно сказал, мастер, мы с тобой, ты и я, лишь рабы провидения, их у него довольная без нас. 9Так или иначе, будет, как решит вершитель судьбы, и никто им не помеха. 9- Никто, кроме жалкого клопа, вроде меня, если я откажусь выполнить мой долг перед ними. 1А моя воля свободна, и я не знаю других вершителей, кроме Господа Бога моего, и только он меня осудит по делам моим. 9Ни люди, ни драконы, ни судьбы страны ма. 9- Вот, вот что пугает. 9От каких малостей зависит исход событий. 9Сколько усилий потом надо извести, чтоб повернуть их по-прежнему. 1Годами исправлять одну оплошность. 1- Ты хочешь уверить меня, будто способен вмешаться в течение жизни, повернуть ее так, как тебе вздумается? 1- Как я предсказал. 9- Вот бред. 9Пускай ты маг, но ты не вездесущ. 1Поди сотри круги от камня, который в воду пал. 9Но ты ведь говоришь не о луже, о царствах, да, о внешнем мире? 9- Чаще всего маг не действует, а советует. 1А исполнителей найдут. 9Вольных или невольных, купят на золото, на красивое слово, на страх. 9Как мне опустошить некий край? 9Наверное, нашлю урду язычников, или полчища саранчи, или опрокину на него с ясного неба пылающее море серой смолы. 8Или же слуги Пресветлого Короля на быстрых драконах в безлунную ночь пронесутся над городами и селами и сбросят на радость 9нищему люду вороха старого, но крепкого еще платья. 9А потом черная зараза охватит ту землю, от края и до края, и сын не подаст руки больной матери, и жених, невесте. 9А то еще неведомо откуда прибредут бойкие проповедники и посулят рай на земле, поругают чужеземных святош, и готово. 9Шайки головорезов грабят, жгут и оскверняют, и все во имя Божье, союзника и соучастника, каждого из них. 9Все это назовут войной за веру, великой, очистительной, истинно народной, 9и только немногие мудрые из жреческого сословия страны мы будут знать правду, а многие подданные Пресветлого Короля, 6е крупинки, и я… 9- Да веруют ли они во Христа? 9- Веруешь ли ты во Христа, мастер Вилл? 9Тотчас губ моих сорвалось, будто отдельно от меня, – Крейдоун да Умейний… но он продолжал, 5- Ты, обученный убивать мирных летучих тварей, одаренных, пускай не в полной мере, речью и разумом, как и твои соплеменники, 9которых он завещал тебе любить паче себя самого. 9- Что ты мелешь? 1- Ты бы уничтожил их всех, гордых детьми материй, и самих детенышей, и любящих отцов, всех до единого, 1ради почестей и богатства, ради славы среди твоего лживого, трусливого народа. 9А когда соперник не по силам тебе, то взываешь к своему богу или обращаешься к козням, достойным сатаны. 9- Скольких безвинных загубили твои любящие отцы, пожгли, и подавили, и растерзали. 9Я, не раздумывая далее, подбежал к каменному кувшину и протянул руки. 9Только протянул. 1Меч сам взвился и, резко перевернувшись в воздухе, опустился и проник к моей ладони. 9Горный уксус брызгами разлетелся с лезвия. 9Его капли с шипением растворялись в белый пар. 1Я не чувствовал ни малейшего веса, тело исчезло, меч засветился, обретая ореол голубых лучей, который разгорался ярко. 3- Почему же никто не удосужился рассказать тебе, что все эти чудища безраздельно повиновались людям, жестоким, глупым, 4честным, точно таким же, как ты? 9Почему ты не знаешь, что и ваши светские и духовные владыки с ранних лет моего заточения и по сию пору ищут дружбу и службу 3пресветлого короля страны ма, си речь моей, вот сколько их сменилось, пресветлых, – ищут, они полагаются на свою совесть, 4или разумнее, и уж не на милость Божью. 9Я хотел что-то крикнуть. 9Но судорога овладела моим горлом, я не мог развести челюсти, они дрожали, и зубы лязгали с громким стуком. 9- Да по своей ли воле ты сам очутился в этом гиблом месте? 8Кто был твой проводник в горах? 1Почему отец Алорий с такой легкостью благословил тебя на невозможный подвиг, да еще в конце триместра? 9- Изыди, сатана! 8Отче наш, и же есено… 8- Мы звенья одной цепи, мастер Вилл. 9И то, что ты меня принужден убить, случайность, неожиданная, невероятная, но и она согласна с тем законом, 9которому я служу. 9И ты послужишь. 9Да. 9Я вижу, я сумел тебя уязвить. 1Кончай со мной, ну. 9Не думай. 8Я тоже устал от рассуждений. 9Не медля. 9Чего ты медлишь? 9Я покачал мечом. 9- Не знаю почему, но я верю тебе, дракон. 0- Потолкуй потом с Пресветлым Королем. 0Ты ему понравишься. 9Отчего-то мое существование стало тяготить страну ма, хоть я не ею. 9Не пью, не испражняюсь, и не испускаю вонючий дым, как сотня их печей на угле. 9- Элай был прав. 1Не знаю, какому промыслу суждено править нашим миром, но в любом случае это бремя невыносимое. 9Дракон, дракон, придет ли Царство Божие на Землю? 9- Я никогда его не провидел. 9Но вы еще пуще расплодитесь, научитесь лучше убивать и отречетесь от и всякой веры. 9- Ну да, верно, чего еще могут желать дракон и хозяин его? 9- Он и твой хозяин. 9Имя его неизреченно. 9- Нет! 9Отныне я сам себе господин. 9Будь он дьяволом, будь он Христом или Магометом, но ежели это по его воле куется драконами и людьми вечная цепь над миром, 9то я проклинаю его власть. 1И я, малое дитя человеческое, жалкий раб, открытый всем его угрозам, – я сумею, слышишь, отринуть его закон, его порядок. 9Вот посмотрим, как ужасен хаос, которым меня пугает его прислужник. 8- Что ты бормочешь такое? 9Приди в себя. 9Ты кощунствуешь, мастер Вилл. 9Мальчик, не губи себя, я забыл сказать, что… 9- А вот теперь ты станешь врать. 8Отсоврешь ты себе, дракон? 5- Что? 8Я провел мечом крест на крест, и голубой ореол расширился и сомкнулся вокруг меня. 9Сияние в глазах моих, и его рукоять в моей руке. 9- Свободен. 9Наверное, меч распался чуть погодя, не то бы не быть мне живу. 9Меня в моем голубом коконе мгновенно выбросило до облаков и выше, и вмело при этом, распластало, 9будто изнутри в скорлупу большого яйца. 9Словно сквозь редкую завесу бело-голубых искр я озирал страномо всю, как рисуют торговые пути на пергамене, 9линии дорог и пятнышки селений, горы вокруг, блестящая полоса внутреннего моря. 9Дракон не сумел соврать себе, иначе бы он попытался спалить себя сам с хвоста и брюха, лишь бы не нарушилась цепь, 9о целости которой он так беспокоился. 9Мили и мили земли поднялись и опали, когда он вознесся из своей темницы, 9и точно пирамидой фараонов вспахала шумный каменный город и нависшая над ним плоскогорье с королевским замком. 9Одна громадная борозда поглотила все, долго еще не прекращалось движение вывороченных и разломанных скал, 2и долго вскипали тучи песка и праха. 9Он пролетел дважды из конца в конец страны ма, разминаясь, низко над землею, влача смертоносный хвост, 8убивая без счета коварных трусливых людишек и своих же нежно любимых сородичей. 9Я плавно приближался к заснеженным клыкам, черным пастям, бирюзовым ледникам, но все следил за ним, 3резвившимся в тесном кольце гор. 5Потом дракон поднялся выше, я падал, падал, ветер загудел в ушах, голубые огоньки еле мерцали, 4перемахнул через дальний горный заслон и пропал над морем. 9А я вновь припал к жесткой груди земли. 9Последнее волшебство сохранило меня от увечий. 0Козы прыснули во все стороны, когда я свалился прямо посреди кучи их. 5Я лежал, как упал, навзничь, захватывал большие пучки травы и рвал ее, а она резала мне руки. 9Я боялся увидеть хоть частичку пустыни, которая осталась после дракона. 9Я не хотел видеть ничего. 9Но овчарка не дала мне пролежать бездумно. 9Ее лая временами заглушал грома, рокотавший в низинах. 4Быстро густели багровые сумерки. 7Маленький тусклый диск солнца в них казался ощипанным. 0Пола меня разыскали пастухи, накануне перегнавшие коз на высокогорное пастбище. 0По всему, они не потеряли присутствие духа в самый разгар святопреставления. 9До месяца мгла держалась над миром, было страшно холодно, мы берегли топливо и ходили за стадом. 9Простые, равнодушные люди, они не утруждали себя просторными разговорами, и я не желал лучшего. 9Я истязался новыми сомнениями. 9И есть детская сказка. 9- Делай со мною, что захочешь, мастер Лис, но только, ради всего святого, не бросай в колючий куст терновника. 1- Ага, мастер Кролик, ты сам назвал свою участь. 9Почем я знаю, не лицемерил ли дракон, настойчиво требуя, чтоб я его прикончил? 9И тайно стремясь к свободе, которой я, ослепленный гордыней, его и одарил. 9Но постепенно бедная монотонная жизнь пригасила всякую душевную боль. 8Я даже стал думать о будущем. 2Не тысячелетнем, насущном. 8Вот протянем как-нибудь зиму, накоплю припасов и отправляюсь разведывать дорогу обратно. 9А куда мне идти? 8Если вообще цел внешний мир? 5В колешь? 7На мою далекую родину? 9Я чувствую себя не повзрослевшим в этой сумрачной стране, а постаревшим, но понимаю? 5Что и это пройдет. 6Натура возьмет свое с течением времени, ведь главный смысл и оправдание жизни человеческой в том, 9чтоб жить как можно дольше, несмотря ни на что, наперекор всему. 9Пыльная пелена в небе истощается, и по ночам я выхожу смотреть на звезды. 8Глаза привыкают, я начинаю различать знакомые сочетания и наблюдаю за тем, 9как стройное торжественное мироздание кружится вокруг меня. 9Я стараюсь ни о чем не думать и ничего не вспоминать, и вот ко мне нисходит музыка небесных сфер, она звучит в голове, 9минуя слух, будто мысли Дракона снова оживают во мне. 9А иногда холод гонит меня с места, как я не кутаюсь в старую овчину, и я встаю и иду к козам. 9Все одно заснуть не смогу. 9Я не сплю с той поры, как Согнал Дракона. 9Похоже, что я действительно проживу на треть против положенного срока, а вот стану ли счастливей хоть на йоту? 9Кто ответит мне?